Привет, это доктор Брайан Уайс, и снова на своем видеоканале я отвечаю на ваши вопросы. Благодарю вас за то, что присылаете мне вопросы. Я рад отвечать на них. Также сегодня я хочу анонсировать мою новую книгу, написанную в соавторстве с моей дочерью Эмми. Множество из ваших вопросов найдут ответы в этой книге. Вот она. Называется книга «Чудеса случаются. Преображающая и исцеляющая сила воспоминаний о прошлых жизнях». Эта книга содержит свидетельства невероятных чудесных опытов участников моих семинаров, а также тех, кто использовал мои специальные аудиозаписи для регрессий. Люди писали мне о своих опытах, а я их комментировал. И вместе мы создали эту книгу. С октября 2012 года она доступна в продаже на английском языке, а затем будет переведена и на другие языки. Так что если я сейчас не выскажу ответ на ваш вопрос, вы можете найти его в моей новой книге. Итак, перейдем к вашим вопросам. Я с радостью принимаю благодарность за то, что вы считаете мою помощь людям очень значимой. Очень важно сохранять веру и надежду, в чем я и хочу помочь также каждому. Мой опыт на протяжении многих лет и даже десятилетий практики регрессивной терапии прошлых жизней дает мне право сказать, что люди — это души, а не только тела. Что мы, по сути, не умираем со смертью физического тела. Жизнь продолжается, и мы воссоединяемся со своими любимыми. То есть я подтверждаю все то, о чем мы уже говорили в эти годы. И это дает людям надежду. Смерть тела — это не конец, это только часть нашего путешествия, часть нашего духовного пути и развития. Так что нам надо сохранять веру и надежду, ведь она есть всегда. Итак, перейдем к вопросам. Спрашивают, как вы можете любить кого-то, не имея физического тела? Как души чувствуют любовь в нефизическом пространстве? Я думаю, важно знать, что когда я говорю о безусловной любви, то это не только физическая или романтическая любовь. Конечно, все это стороны любви и очень важные, но вы также способны любить людей в духовной форме. Все мы есть духовная суть, души, и душе доступна безусловная, абсолютная любовь, которая не прекращается со смертью физического тела. Такая любовь вечна. Так что мы переживаем любовь на другой стороне, куда мы возвращаемся и где встречаем наших любимых снова после многочисленных земных отношений. Такая любовь не перестает. Это как абсолютная бесконечная энергия. Об этом мы пишем в новой книге, что любовь словно энергия, на которой зиждется все миротворение. Создание, все вселенные. Что это фундаментальная энергия, стоящая за всем творением и нашими проявлениями. Это энергия любви. Именно любовь наполняет мудрость и сознание за пределами мозга. Все эти аспекты любви идут за пределы физического мира и включают в себя безусловность, метафизичность, все измерения, духовные и не физические. Так что любовь вечна, она всегда живет. И вполне нормально говорить о любви между душами. Следующий вопрос. Начав читать ваши книги 4 года назад, я все сильнее ощущаю связь со своей духовной сущностью. Я все больше осознаю энергию вокруг меня. Я действительно ощущаю энергию в плотном мире. Также недавно я обнаружил в себе экстрасенсорные способности, и они растут. Бывали ли у вас подобные случаи с другими людьми? Это вообще распространенное явление? Да, такое часто бывает. У всех нас есть парапсихические интуитивные способности, какие мы обычно даже не используем в жизни. С практикой эти способности могут стать более сфокусированными и развитыми. Но также я считаю важным, даже если эти способности могут помочь нам избежать опасности и определить наш духовный путь, знать, что наша задача – это не только управление экстрасенсорными способностями. Наша задача – это достичь пробуждения, состояния внутреннего покоя, безусловной любви и ясной осознанности. Это важная часть нашего пути – духовное развитие. Попутно мы можем открыть в себе такие экстрасенсорные способности, и это может быть хорошим подспорьем для нас и других людей. Но это не цель, а средство. Цель – духовное пробуждение. Способности усиливаются по мере прохождения своего пути развития. Последний на сегодня вопрос – о молитве и законе привлечения о творящей силе мыслей. Меня спрашивают, что говорят наши духовные учителя-наставники насчет практики молитвы, о законе привлечения, творящей силе мыслей и других способах достижения улучшений в нашей жизни. Можем ли мы изменить себя, нашу судьбу и выбранный нами путь и его уроки, или же все это утверждено окончательно на все воплощение? Многие меня спрашивают об этом, несмотря на то, что я касался этой темы в своих книгах, и я понимаю, что этот вопрос еще мне будут задавать люди. У нас есть много вероятных будущих. Мы можем решить прожить две, три или четыре жизненных пути как один, и с этим все окей. Есть предназначение как судьба, это ключевые люди в вашей жизни, кого вы встречаете, также, возможно, очень важные пункты, повороты судьбы в жизни. И все это произойдет, но то, что мы решим и выберем, когда достигнем этих ситуаций, есть наша свобода воли. Если вы используете свобода воли для развития на вашем духовном пути, то вы изменяете свое будущее, ваши будущие воплощения, будущее относительно нынешней жизни. Все это единый путь, духовный путь, который приводит нас к нашему истинному предназначению, чтобы пробудиться и уже выбирать воплощение осознанно, проживая жизнь для прохождения уроков, но возвращаться на Землю, имея высшее состояние развития, добровольно, чтобы помочь другим существам развиваться согласно их духовному пути, пока мы все не достигнем мастерства. Вот это есть настоящая цель. Так что лучше не думать, что все ваши действия в предписании выбиты в камне, потому что вы можете пропускать какие-то классы обучения. Это как перейти из четвертого класса школы в седьмой класс, или даже в восьмой или девятый. Вы можете ускорить ваш прогресс, а можете его и замедлить. Все это зависит от вас. В конце концов, мы все окончим эту школу, и наша задача — помочь каждому живому существу успешно завершить обучение. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо и до новых встреч.